Вновь приветствую вас на 6-м международном мотосалоне E-MIS 2015. Мы в кастом-зоне, и сейчас я пообщаюсь с представителем кастом-сервиса BeBike, Александр. Он расскажет нам про мотоциклы, которые они привезли на выставку. Привет! Привет! Меня зовут Александр Бурмейстерс. Аналогичный сайт burmesters.ru, где вы можете посмотреть наши работы и вкратце сейчас расскажу про них. И связаться, конечно, если вас что-то заинтересует. Есть также ремонтная зона, и ребята делают классные мотоциклы. Расскажи немножечко про первый, как родился такой дизайн, очень странный. Что вы хотели им передать? На первый взгляд мотоцикл выглядит как после Второй мировой войны, он ржавый. На самом деле это абсолютно новый мотоцикл Harley-Davidson 2014 года, у которого все современные узлы, агрегаты, есть инжекторный двигатель, система АБС. Мотоцикл полностью готов к эксплуатации в современных условиях. Но внешне он выглядит реально как после бомбежки. Так просил заказчик. То есть он реально пришел и заказал у вас патинирование, старение, вот эти все части? Да, это настоящее старение. Причем был выбор сделать мотоцикл под старину. То есть покрасить аэрографию матовыми лаками, сделать искусственную ржавчину. Либо сделать настоящую ржавчину. Клиент выбрал настоящую ржавчину, более реалистично, которая выглядит. Узлы и агрегаты изготовлены полностью вручную. Опять же, без покраски, так, чтобы мотоцикл мог дальше стареть, выглядеть более брутально, более старо. Из элементов могу сказать, что здесь сделано полностью ручное сидение, выхлопная система, которая видна только с нашей стороны, также воздушный фильтр. Мы изготавливаем фрезерованные рамки номеров, что видно в той части мотоцикла. В целом, надо рассматривать мотоцикл, чтобы оценить полностью все его достоинства. Слушай, а я вернусь еще раз к дизайну, к старению. Все-таки какая-то защита поверхности сделана или со временем уже начнется коррозия? Это и есть настоящая коррозия. В этом весь смысл. Она же разовьется? Она разовьется. Будут дырки? Это произойдет скорее, когда клиент захочет уже поменять что-то в этом мотоцикле. Все настоящее, все только true. Расскажи про необычный дизайн этого мотоцикла. Мотоцикл стиль боббер с определенными четкими чертами, выраженными геометрией. Я расскажу немного про элементы, которые здесь сделаны в этом мотоцикле полностью с нуля. Бензобак, вымоченный двумя неделями в виде подводной лодки с отдельным уровнем топлива. Ориентировочный объем получился 5 литров, но красиво не значит удобно, можно чаще заправляться. Сиденье из черной алькантар сделано с классической строчкой ромбами. Укороченные крылья либо их отсутствие, руль узкий и высокий, маленькая фара и отдельно замок зажигания с обратной стороны. Можно будет его увидеть, если отдельно снять. А в целом это Харли Дэвидсон Спортстер Литр 200 2013 года выпуска. От штатного внешнего практически ничего не осталось. Большой черный мотоцикл с большим колесом. Это так по-русски. Это большое колесо, но не максимум, который возможен. Для ценителей и владельцев Yamaha Warrior мы даем возможность увеличить стоковое 200 колесо до разных размеров. Конкретно этот экземпляр имеет размер заднего колеса 260 миллиметров и диск 18 дюймов. В работу пошел маятник самого колеса, новая резина, изменение подкрылка заднего крыла и занижение подвески. Поскольку штатное колесо было 17-м, новое 18-м, и мотоцикл, чтобы не стал кроссовым, мы их занижаем. То есть кроме дизайна вы всегда озабочены практичностью и надежностью? Обязательно. Еще один представитель от BeBike расскажи, что сделано в этом мотоцикле. В отличие от предыдущего мотоцикла, это тоже мотоцикл Yamaha Warrior, но уже не с 260-м колесом, а с 280-м колесом. Сменено не только сам диск, это разваренный диск, а маятник изменен, пневмоподвеска стоит. Стиль мотоцикла сохранен заводским, аэрография покрашена в штатный стиль, но уже крыло стало на 4 сантиметра шире под штатное колесо. Также выхлопная система изменена до прямоточной. Хороший, приятный бас. Всегда приятно рано утром по улице проехать где-нибудь в спальном райончике, да? Мотоцикл бубнит и на холостых практически его не слышно, но если газонуть, то вылетает огонь из глушителя, он может сделать приятно. Необычный брутал, расскажи о нем. Харли Дэвидсон Верот Найт Рот, переделанный практически досконально. Идея была сохранить черты узнаваемости конкретно этого экземпляра, то бишь, чтобы был черный, чтобы был брутальный и именно Найт Рот. Основная идея была максимально широкое колесо воткнуть вместо стандартного заднего. Здесь размер 360 миллиметров, резина Verober Monster, полностью изготовленное с нуля колесо. Консольный маятник, что видно с этой стороны. Покрытие карбон с двух метров никто не видит, но если приглядеться, здесь действительно просачивается глубокое волокно настоящего карбона. Хвост тоже из карбона сделан, да? У него из карбона хвост, фальшбак, поскольку настоящий бензобак находится под сиденьем. Передняя часть обтекателя, крыло. Основная идея этого мотоцикла – добавить пневмоподвеску, поскольку он стандартно низкий. Пневмоподвеска типа Softail, расположенная под бензобаком. Бензобак сделан абсолютно новой, уменьшенного размера. Мы можем его спустить. Да, не везде у нас дороги позволяют на такой высоте проехать. Невский проспект, красиво можно проехаться. В целом, низкий, стремительный, очень громкий одноместный мотоцикл. Сиденье из Алькантары. Поскольку передняя часть у него находится в фальшбак, также мы там спрятали компрессор пневмоподвески. Под самим стебением находится бензобак. Выхлопная система при желании, мы можем ее послушать. Я думаю, что порядка 140 дц. Вылетает огонь. Умопомрачительный Харлей с очень необычной раскраской, чуть ли не 3D графикой. Как удалось добиться такого эффекта? Это на самом деле простой аквапринт, даже нанесенный не нами, а самим владельцем до приезда мотоцикла, который мы сохранили, изменяя конструкцию самого мотоцикла. Какие технические новости внесли? Что переделано? Поскольку это Carly Davidson Veroat Muscle, у него был полированный алюминиевый двигатель. Есть одна проблема всех этих мотоциклов при нашем климате. Он становится блеклым, серым, скидшим. И здесь он приобрел новый черный матовый цвет. Полностью разбирался двигатель, перебирался и собирался уже в новом черном стиле. Но это не главная задача нашей постройки. Здесь необходимо было воткнуть максимально широкое колесо и оставить штатный облик мотоцикла, чтобы это было узнаваемо, именно Veroat Muscle. В задней части как раз видно также Verober Monster 360 мм на 18 дюймов. Мотоцикл имеет пневмоподвеску. Сейчас мы его спустим. Становится низенький, стремительный, но очень жирный и, скажем, брутальный аппарат. Выхлопная система оставлена, опять же, тюнговой компанией Vance & Kinds. С ней он приехал, мы немножко доработали. Мотоцикл немного времени, но владелец на нем катается в серьезное расстояние. За два года почти 40 тысяч километров он проехал. Ну и, собственно говоря, он не из Питера, он из города Ноябрьска. Аслан, привет! В общем, если вы хотите что-то изменить в своем мотоцикле или просто пришла пора и вам хочется окунуться в этот мир, вы заходите на сайт BeBike.ru или заходите на сайт Burmesters.ru Burmesters.ru Обращайтесь, вам помогут! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова